Всем привет! Это вторая часть моего разбора косметики. В первой части мы смотрели на палетки теней, тональные средства, бронзеры, хайлайтеры, румяна и жидкие тени. А в этой второй части мы с вами будем рассматривать пудры, консилеры, средства для бровей, средства для глаз и помады. Ссылочку на первую часть я обязательно оставляю в описании к видео, так что не забывайте переходить. Теперь давайте поговорим о пудрах. Определенно, стопроцентно оставляю пудру от Estrat Super Selfie. Сначала я ее не очень поняла, была пудра как пудра, но потом чем больше я ей пользовалась, тем больше убеждалась, что она реально очень круто прячет поры, она их зашлифовывает, она их как-то скрывает и у меня очень расширенные поры и их после использования этой пудры не видно вообще. Также оставляю вот эту пудру-хайлайтер от Ifrache и также оставляю вот эту пудру от Wet n Wild, про нее тоже недавно уже рассказывала. А в ящик я откладываю пудру от NYX, как видите она уже дотерта до дыры, я ее много использовала, но она мне не очень в последнее время нравится, она неплохо закрепляет макияж под глазами, но после нее очень быстро появляется жирный блеск. Теперь поговорим о рассыпчатых пудрах, стопроцентно оставляю пудру от L'Ore Mercier, красивая пудра тоже затирает поры и делает такую очень живую, но при этом идеальную кожу. Оставляю конечно же пудру от Innisfree, эту пудру я всегда ношу в сумочке, она у меня никогда не лежит на рабочем столе, оставляю также пудру от Cover FX, у нее очень хороший состав и в целом она дает неплохой результат, у меня это мини-версия. На лето откладываю чисто на лето вот эту пудру от Everyday Minerals Base, пудру от RC May оставляю чисто для съемок, ею хорошо закреплять макияж под глазами и делать бейкинг. А в долгий ящик я откладываю пудру от KIKO, откладываю ее, потому что, во-первых, она плохо работает, после нее быстро появляется жирный блеск, она очень большая, соответственно, никуда не поместится и здесь очень большой и очень жесткий пуфик, которым действительно если дотронуться до кого-нибудь можно прям убить, он ну очень жесткий. Теперь давайте быстро поговорим о консилерах, у меня было отдельное видео о всех вот этих консилерах, кроме Ingle, поэтому долго на них останавливаться не будем. Убираю в дальний ящик вот этот вот консилер от Maybelline, у меня их, как видите, две штуки, один практически закончился, поэтому тот, который заканчивается, я уберу на рабочий столик, а вот этот пока у меня будет ждать своего часа в запасе. Вот этот консилер от Fit Me я оставляю, я с ним пытаюсь подружиться. Консилер от Makeup Revolution тоже оставляю и пытаюсь с ним подружиться. Оставляю все легкие консилеры, вот эти три, и Estee Lauder, и Estrat, и Evelyn, очень они сейчас летом, в общем-то, нужны. А из плотных консилеров я пока что оставлю только от Nars, чисто для того, чтобы его добить. А вот эти пока отправляются ждать в запас. Консилеры от Ingle, у меня цветные, вот это оттенок 58, а вот это оттенок 60. Этот оттенок нужен для того, чтобы перекрывать синячки под глазами, а этот для перекрытия красноты. Зеленый консилер я пока убираю, потому что я им в последнее время не пользуюсь, а вот этот консилер я как раз таки пока оставлю, потому что синяков под глазами у меня в последнее время развелось много. Теперь давайте поговорим о бровях. Я тут собрала все, что у меня есть для бровей, и начнем с карандашей. Долго на них останавливаться не будем. Скажу сразу, что убираю вот этот вот старый карандаш для бровей от Catrice. У него толстый грифель, и я в последнее время такой не использую, поэтому убираю. Также убираю вот этот вот маркер с Aliexpress. Хотя нет, давайте я не буду его убирать. Это такой маркер трезубец. Я его оставлю и потестирую, и наверное покажу в каком-нибудь видео про Aliexpress. Еще я уберу вот этот вот карандаш от Benefit. Он тоже с толстым грифелем, и потому я его и убираю. Остальные карандаши остаются при мне. Это Benefit с тонким грифелем, хотя в последнее время он мне не нравится. Это карандаш от Ceeve, это карандаш от Catrice, и это Vivienne Sabo. И, конечно же, мой любимый маркер от Lime Crime. У меня остается. Давайте быстренько пройдемся по нижнему ряду. Это подводки, помадки и тени. Все тени я убираю. У меня это тени от Ardell. И убираю также тени от Art Deco. Помадки я оставляю. Это помадка от Inglot и помадка от Anastasia Beverly Hills. Больше всего мне нравится помадка от Anastasia Beverly Hills, но обе эти помадки, к сожалению, уже начали подсыхать. Так что мне нужно приобрести Duraline и их развести. И теперь давайте займемся гелями для бровей. Убираю, стопроцентно убираю вот этот вот гель от Maybelline Brow Precise. Это гель с щеточкой-тараканчиком, если кто помнит. Вот так вот она выглядит. Также убираю гель от Nathalie Chic. Он ничего не делает на моих бровях, не дает свет и не дает фиксацию. Также убираю гель от Artvisage. Он тоже мне ничего не дает. И убираю еще один гель от Maybelline Brow Drama. Он подкрашивает цвет, но, к сожалению, не фиксирует волоски. Теперь давайте разберем туши из водостойких. У меня есть две туши. Это Catrice Glamendol and Essence Get Big Lashes. От Catrice я оставляю хорошая тушь, а от Essence я убираю, потому что она делает какие-то страшные паучьи лапки. Также я убираю тушь от Sephora, такую миниатюрочку. Кстати, неплохая тушь, но я ей просто-напросто не пользуюсь. Также убираю тушь от Beauty Bomb, черную. Я ей не пользуюсь, и у нее очень большая щеточка, которой кажется, как будто бы можно выколоть глаз. Но при этом я оставляю такую же тушь от Beauty Bomb, но в фиолетовом оттенке. Да, у нее все та же страшная щеточка, но у нее очень красивый фиолетовый оттенок, поэтому я ее и оставлю. Тушь Cabaret, конечно же, оставляю от Vivienne Sabo. И тоже, конечно же, оставляю тушь от Estrade Oh My Doll. Очень красивые дает она реснички. Тушь L'Oreal So Couture, моя любимая. Я ее тоже оставляю, но она заканчивается, поэтому ей надо пользоваться в первую очередь. Также оставляю от Maybelline вот такую вот тушь. Она делает мне красивые реснички, разделенные, она их хорошо удлиняет, но она тоже заканчивается, поэтому ей тоже нужно пользоваться почаще. И также оставляю еще две туши. Одна от Maybelline Lash Sensational и от L'Oreal Paradise Ecstatic. И давайте закончим тему глаз, в общем-то, карандашами и подводками. Подводки у меня остаются все. Убираю в ящик подводку такого фиолетового баклажанного цвета от Inglot. Убираю ее просто-напросто потому, что она мне сушит глаза, и я не хочу ей пока что пользоваться. Теперь давайте разберем вот такие вот стики. Стик от KIKO я убираю в ящик. Несмотря на то, что оттенок, в общем-то, красивый, он тушуется в грязь, поэтому я его убираю. Также убираю вот этот вот карандаш от Be Special. Он вообще не виден на глазах. И оставляю вот этот вот карандаш от NYX в фиолетовом оттенке. Сейчас я вам его покажу. Убираю карандаш от Beauty Bomb. Он очень жесткий и неприятен на глазах. Оставляю вот этот вот карандаш от Vivienne Sobo. В основном оставляю из-за черной версии. Оставляю вот этот вот карандаш от NYX. Это светлый карандаш на слизистую. Очень часто его использую. Оставляю карандаш от Vicon в синий. Оставляю Maybelline Master Drama. Оставляю Essence коричневый. И оставляю романовым мейкапом оттенки Friday Night. А два вот этих вот карандаша от Essence, к сожалению, убираю. Несмотря на то, что карандаши кажутся красивыми, но на глазах они совершенно не видны. Давайте сейчас я покажу оттенок. Очень красивые карандаши, но, как я уже сказала, на глазах их не видно. И давайте напоследок поговорим про все, что осталось у меня для губ. Здесь, на самом деле, я оставляю практически все. Из этого я не оставлю пока что вот средство от Lancome. К сожалению, ненадолго дает мне оно ощущение хороших губ. И также убираю вот это вот средство от Blistex. Оно очень ментоловое и какое-то вообще непонятное. На карандашах для губ долго останавливаться не будем. Просто скажу, что я их все оставляю. Я их складываю вот сюда и много места они не занимают. И давайте закончим наше видео помадами. Помада от L'Oréal. Обязательно ее оставляю. Она у меня одна из самых любимых, самых красивых. Помаду от Flavere в магнитном футляре тоже оставляю. Тоже одна из любимых. Много раз ее уже показывала. Блеск от Make Up For Ever тоже оставляю. Очень красивый. И очень люблю его использовать поверх какой-нибудь другой помады. Помада от Elf. Ее я, к сожалению, убираю. Ее оттенок смотрится на мне очень странно. И она растекается у меня по краям. Поэтому ее я точно убираю. Помада от Charlotte Tilbury в оттенке Pillow Talk. Ее я тоже оставляю. Лип максимайзер от Dior. Тоже оставляю. Кстати, о лип максимайзере. Убираю от Catrice. Вот такой вот Volumizing Lip Booster. Это своего рода аналог вот этого средства от Dior. Но, к сожалению, этот аналог хуже. Поэтому я ее и убираю. Помада от Bourjois. Очень мне нравится. Тоже у меня одна из любимых. Ее я оставляю. Помада от NYX Butter Lipstick. Тоже много раз ее показывала. Отличная. Ее оставляю. Блеск от Sensation Cosmetics. К сожалению, убираю. Он мне не подходит по оттенку. Он, конечно, очень красивый. Но посмотрите. Ну куда? Вот такой вот поросячий розовый оттенок. Помада от Evelyn. Матовой. Ее, конечно же, оставляю. Помада от Yves Saint Laurent. Это даже не помада. Это, скорее всего, блеск. Он особо без опознавательных знаков. Он какой-то оттенок. Я его сейчас покажу. Это вот такой вот яркий-яркий оттенок. Он слишком яркий, но я его все равно оставляю. Иногда мне нравится это средство, в общем-то, нанести на губы. Блеск от Estrade. Конечно же, оставляю. Это оттенок 202. Мы его с вами вместе использовали. Помада от Estrade в оттенке 112. Ее я, к сожалению, убираю. Она мне почему-то не понравилась. Уже, честно говоря, не помню почему. Можете посмотреть видео про Estrade. Там я подробно рассказывала. Помада от Maybelline Stay Mud Ink. Мне она совершенно не нравится. Она делает какие-то губы старухи. Но я ее оставляю, потому что я бьюти-блогер. И с ней много что можно сравнивать. Вот такой вот стик Instacare от Essence. Очень, кстати, красивый. Дает хороший результат на губах. И за губами ухаживает. Поэтому его я оставляю. Вот такая помада от Estrade с матовым финишем. Это оттенок 02. Тоже ее оставляю. Она довольно-таки неплохая. От Catrice The Wifull Lips. Это уход скорее за губами, нежели чем помада. Тоже коричневый оттенок. И я ее оставляю. Она очень приятная. Мне нравится использовать это средство в паре с вот этим. Тинт от Too Cool For School. Я убираю. Он какого-то жуткого-прежуткого оттенка. Он мне попался в бьюти-боксе Марка Кауфмана. Но посмотрите. Ну что это за такой морковный-приморковный оттенок. Помада MAC и Кати Клэп. Я ее, конечно же, убираю. Уже несколько раз об этом говорила. Помада от NYX Metals. Это такой красивый-красивый синий оттенок. Но его я тоже убираю. Потому что не часто использую. Но оттенок, как видите, конечно, ого-го. Помада от Essence Color Boost. Конечно же ее оставляю. Она довольно-таки неплохая. Блеск от Lotte. Этот блеск, насколько я знаю, является своего рода аналогом такого же блеска от Huda Beauty. Но я его убираю. Это розовый блеск с золотым свечением, сиянием. И он красивый, но он мне не идет. Поэтому я его и убираю. И шоколадная помада от L'Oréal. Она мне не идет. Поэтому я ее тоже убираю. Это оттенок 858. Сейчас давайте я ее вам даже просвочу. Вот такая она коричневая. Это MAC. Оттенок Russian Red. Я эту помаду тоже убираю. Потому что она суховата. Помада от Wet n Wild. Это оттенок... Неизвестно какой оттенок. Это была помада из набора. Очень хорошая, приятная помада. Отличная формула. Но мне не подходит оттенок. Я ее оставляю чисто для того, чтобы смотреть на нее и помнить, что мне нужно купить такую же помаду в своем оттенке. Помада от Givenchy Le Rouge в кожаном футляре. Раньше у меня таких было много. Но осталась сейчас только одна. Это оттенок 315. Вот такой красивый ягодный оттенок. Я его, пожалуй, оставляю. И помада от KIKO. Это была лимитированная версия. Лимитированная коллекция. Ее я убираю. Она совершенно ужасна. Она плешивит на губах. Она смотрится как какой-то ужас. Так что ей точно не место в моей коллекции. Это, кстати, оттенок 08. Коллекция Gold Waves. И давайте я вам ее просвочу. Вот так она выглядит. Ну что ж, а мы с вами большие молодцы. Мы разобрали всю косметику. И вся вот эта вот коробка отправляется в шкаф. И будет ждать своего часа. Быть может, когда-нибудь я к ней вернусь. А на этом все. Большое спасибо всем, кто досмотрел это видео до конца. Очень надеюсь, что оно вам понравилось. Если это так, то ставьте лайк. Подписывайтесь на канал. И всем пока-пока.